Меня зовут Янис Янирис. Я из Греции, инженер-фотограмметрист. Я являюсь пользователем Photomod в Греции и собираюсь продемонстрировать вам то, как я со своим клиентом провели проект по документированию одного из памятников эпохи Неолита. Период Неолита охватывает период времени с 17 000 от нашего времени до 5000 тому назад от нашего времени. Сейчас мы вновь вернемся к обсуждению некоторых моментов, которые обсуждались ранее. Это памятник, который датируется периодом 80-500 лет тому назад. Он был найден на месте возведения нового водного канала. Наверняка в то время там было какое-то поселение. Размер 5 на 6 метров, не очень крупный. Этапы работы. Для начала мы обозначили крупные камни с точками. Измерили опорные точки. Составили полетный план. Провели аэрофотосъемку. Использовали фотомод. Привели ретангалиацию. Создали цифровую модель Ирефа. Ортофото. А теперь давайте поэтапно, более подробно. Итак, первым делом мы отправились в поле. И выявили самые крупные камни. Пронумеровали их. Обозначили соответствующими точками. Это первый камень, соответственно, 1-1, 1-2, 1-3. Там насчитывалось 150 камней, по-моему. После этого 10 из предыдущих точек были измерены. Точнее, были назначены опорными точками. Причем мы пытались проследить, чтобы точность не выбивалась за миллиметровую. И мы не использовали здесь GPS. Мы использовали традиционную технологию, маркшейдерскую. для производства аэрофотосъемки использовалась очень хорошая камера Noghe 808. с объективом Calo Ceyse и сенсором на 41 мегапиксель. С функцией Time-lapse. Для съемки мы разместили на 5-метровый топографический шест алюминиевую пленку, создав таким образом платформу. Составили полетный план, рассчитали расстояние между базой и полетными линиями при помощи Excel. Вот эта фольга алюминиевая. Здесь она складывалась. и телефон направлен камерой вниз. Вот, собственно, так мы и снимали. Процесс таков. Включайте функцию Time-lapse в своем телефоне на 10 секунд, скажем. Берете шест и отсчитываете 10 шагов и слышите щелчок камеры. После щелчка переходите к следующей точке. Таким образом, вы формируете блок снимков. Конечно же, можно для этой цели использовать и беспилотник. Полетный план был подготовлен при помощи Excel для разных камер. Сюда вводятся характеристики камеры. Если вы будете использовать высоту 5,5 метров, то вы знаете, какой будет размер пикселя на местности. И расстояние между линиями составило 2,6, почти 3 метра. То и дело, нужно было несколько менять это расстояние. Нельзя недооценивать такой проект. 6,5 на 5 метров с размером пикселя на местности в 1 миллиметр. Это эквивалентно 8 квадратных километров. Мы провели аэро-тренингуляцию. Не знаю, видно вам или нет. РМС, средняя квадратическая ошибка. 4 миллиметра по ICZ. Я думаю, на самом деле мы вышли на еще более высокую точность. Просто в этом проекте у нас не была миллиметровая точность на опорных точках. Но благодаря аэротренингуляции мы получили координаты всех точек, обозначенных на камнях. Таким образом, сформировав необходимую систему координат. И если перевести эту программу на ваш язык, то будут не только пункты меню, но и отчеты на вашем языке. Но это для тех, кто не говорит по-русски или китайски. Они могут почитать на своем языке. Ну а дальше процесс понятный. Формируется ЦМР, линии разрыва, мозаика. Наличие координат всех точек позволяет геодезисту переместить камни в новое место. Вот сюда их и снесли. Это снимок Google Earth. Аналогичные работы были проведены с использованием того же метода и на другом объекте. Это была найдена печь гончарная эпохи неолита со соответствующими характеристиками. И это самый крупный объект, 45 метров, 18 полос, 243 стереопары. Приличный проект. В данном случае применять металгию сложнее. Вам нужно использовать уже скотч или даже измерительную линейку. А что дальше? Вот собственно и все. Вопросы? Поверпии. Поверпии. So I have a question. When you move the stones to a new place, do you repeat the procedure to obtain the same result? I wanted to do it again, but I did not do it. The archaeologists and the clients of this project didn't pay for it, they didn't pay for it, they didn't want such a high accuracy. I was impressed by the fact that we were able to do it. We carried the stone with the use of the equipment, with the use of the equipment, with the use of the equipment, with the use of the equipment. In general, the archaeologists have all been able to do it. I will do it again and do it again. So why did you actually do it again? The fact is that the equipment was found on the dune of the future of the water channel. So it had a sense, видимо, to bring it to another place. So these projects are quite different. And in Greece, and in Italy, and in Spain, and in other countries of the Sea. There are a lot of ancient monuments that are found, and they need to register and consider. To do it again, we don't use the moon-like images. We need to do it on the ground. We need to do it. I have a very... I have a small question. When we drink, we toast to the fact that... I hope your job will pay you. I'm just wondering how commercially viable is this project? Is there any money to be made on it? Is there any money to be made on it? Yes, of course. Доход получаем. Конечно же, не заработаешь на нем столько же, сколько от... ...восьми километров. Мы не бесплатно работали, это точно. The final question. Янисин... Интересный проект. Обычно, когда мы рассказываем о проектах, мы сравниваем сенсоры, которые можно использовать. А в вашем Nokia стала лучшей камерой. А вы сравнивали ее с Samsung, с iPhone, последней версией. iPhone X может и лучше? Было бы интересно даже сравнить возможности смартфонов с точки зрения фотограмметрической точности. Вопрос хороший. Обычно смартфоны встраивают плохие камеры. Но в этой модели, последней произведенной Nokia, после этого их Microsoft выкупил. Они повысили, удвоили фокусное расстояние и удвоили размер PZS матрицы. Так что технические характеристики весьма внушительные. И я ее, естественно, хорошенько проверил, прежде чем в своем проекте использовать. Убедился, что можно выйти на высокую точность. И смеяться не нужно, но в наши дни телефоны становятся круче и круче. И в некоторых уже неплохие объективы. На мой взгляд, есть две опции для фотографической камеры. Во-первых, это камера с дисторсиями, о которых вам правда известно. Я, конечно, провел калибровку этой камеры. Я знал о радиальных дисторсиях. Если вам известна дисторсия камеры, то ее можно смело использовать. Либо можно взять дорогостоящую камеру с хорошими объективами без дисторсий. И тогда результат будет не таким же, конечно. Но работу вы выполните. Один последний вопрос из Аматио. Краткая ремарка в поддержку ваших слов. В университете Хайфа сегодня утром я вам показывал новый стадион в Хайфе. Из золота, как и все в Хайфе. Мы не знали, что можно вообще с шестом провести эту работу. Мы надули шар из гелера. Так что не всегда для того, чтобы выдавить в прыщ на лице, нужен нейрохирург. Не правда ли? Аминь. 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 Продолжение следует...